По поручению президента Азербайджана, верховного главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства проверили боеготовность воинских частей и соединений, дистанцированных в южных регионах республики. Было доложено, что на учениях военнослужащие профессионально выполняют все поставленные задачи взаимодействия между видами войск в спецоперациях, проводимых при поддержке военно-воздушных сил и ракетно-артиллерийских подразделений, организованных на высоком уровне. Согласно плану учения, спецназовцы, продвигаясь под огнем, открытым с применением настоящих боеприпасов в условиях реального боя, приблизились к обороняющемуся условному противнику, нейтрализовали его живую силу, огневые средства и продвинулись вглубь. В ходе своего уступления Закир Гасанов отметил, что мужество и героизм, проявленные спецназовцами в Отечественной войне, а также в последних противостояниях, были высоко оценены президентом Азербайджана верховным главнокомандующим вооруженными силами Ильхамом Алиевым. Закир Гасанов также дал соответствующие поручения по изучению азербайджанской армии, имеющегося боевого опыта и его применению в учебно-тренировочном процессе, проводимом современными методами. С нами на прямой связи наш гость, военный эксперт, полковник запаса Шаэра Малданов. Шаэр Малим, добрый вечер. Добрый вечер. Шаэр Малим, военные учения, что интересно, отрабатывается взаимодействие между видами войск, проводимых в спецоперациях, проводимых при поддержке военно-воздушных сил, ракетно-артиллерийских подразделений. Учения спецназа, вообще как любые учения, какие отрабатываются там сценарии, и как они помогают сохранять боеспособность наших подразделений? Ну, вы знаете, эти учения специфические, они имеют свою особенность. И задачи там, именно как задачи, касающиеся специального назначения подразделений. Ну, подразделения специального назначения могут проводить, выполнять задачу как самостоятельно, также во взаимодействии со средствами обеспечения и поражения противника в глубине. Мы, в принципе, недавно, с 12 на 13, видели некоторые эпизоды, как действовали наши подразделения специального назначения, отражая агрессию противника, вернее, на Кельбадьярском направлении. Была нейтрализована эта вылазка. И там были кадры, где видно было, как поражается противник, точечно, можно сказать. И даже там метры показывались, где-то 15-20 метров от непосредственно, как говорится, подразделений специального назначения, которые участвовали в этой операции по отражению вот этого вылазки со стороны противника на границе. В результате чего вы знаете, что мы на этом направлении улучшили контроль над окружающей местностью и заняли те высоты, которые улучшили наше положение. Поэтому на этом учении тоже, естественно, подразделения специального назначения, они выполняют свои задачи совместно с другими родами войск, которые обеспечивают, поддерживают эти подразделения специального назначения во время выполнения своих задач. Это очень такая, будем говорить, ювелирная работа, можно сказать. И эти учения очень важны, потому что вы знаете, что эти подразделения действуют непосредственно, можно сказать, в тылу противника и непосредственно в близости к тому объекту, который они должны овладеть. И, естественно, нанесение огневого поражения точечного, точного, можно сказать, это очень важно, что сейчас, в принципе, и отрабатывается. Вы знаете, что Азербайджан закупил новые средства поколения четвертого, пятого поколения. На этом учении эти средства, которые поддержки и огневого поражения, обеспечения действий войск специального назначения, тоже были использованы на этих учениях. Ну, наши подразделения специального назначения, они должны уметь действовать на любой местности, на любом направлении, независимо это какое, южное, северное, горы или какие-то другие условия. Поэтому я думаю, что на этих учениях отрабатывались именно те специальные задачи в глубине противника по овладению тех или иных объектов. Ну, это в основном бывает пункты управления, можно сказать, может быть, огневые позиции, может быть, стартовые позиции, может быть, как говорится, позиции РСЗО. Поэтому эти задачи специфические, которые присущи выполнению подразделений специального значения, они были отработаны на этих учениях и отрабатываются. С другой стороны, я должен сказать, что вы видели кадры именно, будем говорить, полигона, на котором они отрабатывали, как он оснащен, оснащен современными средствами информации, и который позволяет нашим подразделениям специального назначения выполнять специальные, специальные задачи с боевым оружием, как говорится, приближенные к боевым условиям. Поэтому я думаю, что на этих учениях в наших подразделениях специального назначения они повысили свою боеспособность, боеготовность, и, естественно, министр обороны, господин генерал-полковник Закир Исанов непосредственно на этих учениях участвовал. И я думаю, что его участие говорит еще раз о нашем внимании, этому, как говорится, роду и этим подразделениям. С другой стороны, я должен отметить, что мы недавно проводили совместные учения Азербайджан, Турция, Грузия. Наши подразделения специального назначения участвовали на тех учениях. Я думаю, и этот опыт в какой-то степени пригодился. Но в основном, естественно, мы должны отметить, что наши подразделения специального назначения имеют большой опыт боевых действий во время нашей войны, в результате которой мы освободили нашу территорию, восстановили территориальную целостность. И на этих учениях участники этих учений в основном были те, которые непосредственно имеют этот боевой опыт. Ну, естественно, этот боевой опыт до учений анализировался, анализ постоянно проводится. И те аспекты, те моменты, те формы и методы, которые необходимы для повышения и выработки определенных навыков, были непосредственно использованы на этих учениях подразделения специального назначения. Оценка, я думаю, будет высокая. И цель учений, которая была поставлена перед подразделением специального назначения, выполнена полностью. Шайерман, я вас благодарю за ваш комментарий. До свидания. До свидания. Я напомню нашим телезрителям, на прямой связи с нашей студией был Шайером Алдана, военный эксперт, полковник с запасом. Продолжение следует...